За происходящими событиями в соседнем государстве следит вся Беларусь. Известие о ЧП подробно, в котором в результате обстрела был тяжело ранен водитель микроавтобуса, везший белорусских туристов из Гомеля в Карпаты, многих заставило поменять свои планы. Но все-таки не все белорусы отказались от привычных поездок в Украину. Уверяют, все не настолько опасно, как об этом сообщают. Я еду к своим родным, к матери, к сестре. Ну, как-то я звонила, они более спокойно себя ведут, сказали, что нечего бояться. Хотя меня отговаривали все местные наши в Минске. Ну, как-то я спокойно еду. Однако рейсы на Червоноград, Львов и Луцк все-таки временно отменены. Правда, один маршрут на Луцк действует в сокращенном варианте. Пассажиров доставляют до Ковеля и обратно. Неизменным остался маршрут Брест-Ковель. Хотя уже с 1 марта рейс Брест-Львов снова возобновится. А с воскресенья начнут курсировать автобусы по маршруту Брест-Червоноград. С украинской стороны действуют все рейсы. Но количество пассажиров все-таки значительно сократилось. Мы очень страдаем от того, что не выполняются перевозки. Ведь нам доведен план по экспортной выручке, который мы сейчас не можем получить. Мы очень ждем, чтобы там наладилась ситуация. И мы могли выполнять перевозки в прежнем объеме. Повлияли события в Украине на работу туристических фирм нашей страны. Любой, даже минимальный риск, связанный с безопасностью клиентов, является весомой причиной для туроператоров заняться поиском альтернативных маршрутов через или минуя Украину. Сегодня на слуху всех, и я думаю, с каждым днем это будет все громче и громче, отзываться, прокладывают новые, пытаются турфирмы проложить новые маршруты через Европу, через Польшу. Ну, если мы говорим о транзитном проезде через Украину, Румынию, Болгарию, это, соответственно, через Польшу, через Словакию, через Венгрию. Ну, а дальше или въезд в Румынию и попадаем в Болгарию, или въезд через Сербию, что безвизовая для нас, и попадаем в Болгарию. Сколько будут длиться беспорядки в Украине, остается только предполагать. Однако сегодняшней, крайне неблагоприятной обстановке достаточно, чтобы отложить путешествие в страну, славящуюся своими курортами до лучших времен.